А у тебя есть кто-нибудь ВКонтакте? А вот теперь слушайте Домосейки Это охуенно, Лёх Наши ты спросил, ЛГБТ? ЛГБТ? Нет, блядь, ЛГБТ! Всем привет, меня зовут Антон Шастун Это шоу ВКонтакте И сегодня у нас в гостях Алексей Щербаков Здорово! Здорово! Лёха, быстро правила и сразу начинаю Давай Я буду задавать тебе вопросы И меня абсолютно не волнует, знаешь ты правильный ответ на них или нет Главное, чтобы правильные ответы знали люди из твоих контактов Я возьму твой телефон из твоей телефонной книги Вместе с тобой мы будем выбирать человека Которому будем звонить, задавать вопрос Если он даёт тебе правильный ответ Прекрасно Если он даёт тебе неверный ответ То я буду удаляем из контактов Во-первых, а во-вторых, я отнимаю тебе 10 секунд Не тысяч Не тысяч Это для тебя самое главное же Самое главное Время, что это время Всего когда-то закончится Поехали! Итак, первый вопрос Первый вопрос Каким двум животным от улыбки станет светлей? Мне даже не надо отвечать, да? Тебе не надо отвечать, но ты знаешь вообще? Да Да? Всё Мы не будем проверять, знаешь ты или нет Ты большому и маленькому такому Сопливенькому Знает ли ответ на этот вопрос Богомол? Да! Вы охереете, что вы наберёте Кто это? Это самый прикольный человек на планете Кто это? Очень смешной мой друг Газелист Газелист? Он всё Он всё Он всё? Он всё делал и всё делает до сих пор Почему он Богомол? Миша Богомолов Миша Богомолов Как просто Миша Богомол Знает ответ на этот вопрос? Да, с ним У нас минута С таким человеком надо разговаривать минут 6 Чтобы вкусить его Он потрясающе Хорошо Может быть знает Абсолют Александр Абсолют Александр Может знает, но я не знаю кто это такой Нет, я продавал алкоголь из этифри В течение 5 лет своей жизни С 21 по 26 лет Тебе интересная жизнь? Да, да У нас был поставщик Специальный Водку Абсолют Нет, всё Он всё И этот Александр, видимо, должен был забрать И я его так записал Или он только её покупал Я не помню Ну, короче, он вряд ли знает Я был багажник алкоголя постоянно И там ещё будет много таких ребят По поводу Альмека Ещё что-то Вот Я его не знаю И вряд ли ему надо звонить Анна, ёпт Анна, ёпт Анна, ёпт Анна, ёпт Анна, ёпт Анна, ёпт Анна, о, слушай Наверное, это из метро Из метро Технадзор Технадзор из метро Это когда в ночи Я работал в метро Я всё помню, всё, я знаю Это ты, когда ночью спускаешься в тоннель Те выдают технадзора Которая такая Что вы тут делать будете? И она ходит И ты когда там полез на стену Это так надо было? Я такой, да, всё Ну, она надзор Она надзиратель Она смотрит Чтобы ничего ты плохого не сделал А что ты должен сделать? Она не знает Ты, собственно, её записал Как ты её зовёшь Обычно Анна, ёпт Ты там так и был Ты делаешь, у нас Наш начальник Анна 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 Анна, ёпт И всё, вы такие Анна, ёпт Есть, готова Ну, короче Ты её не так близко знаешь Я её ни разу не звонил Она не представляет Кто это как Аня Дьютифри Понятно Это как раз поставщик Ваня Дубинин Ваня Дубинин Разборка Автозапчасти Японских автомобилей Карат Камень какой-то, наверное Драгоценный Мирон Мирон, сослуживец мой Миронов Серёга Серёга Миронов Серёга Миронов Мой друган Моторспорт Лёха Моторспорт Лёха Моторспорт Он так записан В Инстаграме Я его так записал Сколько машин? Четыре Четыре машины у тебя? Да Пока что да Ты серьёзный человек, конечно РАФ4 РАФ4? Это моя машина РАФ4 У тебя в машина И есть телефон? Алло Это я Как это понял Рыцарь дорог Я его вызываю РАФ4 ко мне И мы по обочине Едем куда-то Слушай, наверное Это я либо покупал Свой РАФ4 у него Либо я продавал Кому-то предыдущего РАФ4 Я люблю РАФ4 Не записывайте имя Да, да, да Самоцветы Артём Самоцветы Артём По-моему Так называется Гаражный кооператив В Зеленограде Самоцветы Светлана Викторовна Это моя учительница Моя классная руководительница О, и может она знает? Или ты с ней давненько не общался? Нет, 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 нет Мы с ней хорошо общаемся Я ей только не раз не звонил Но мы на всех встречах выпускников Часто она знает Что со мной всё в порядке И так далее Смотри, можем позвонить Ей, если хочешь Можно полистать Можно позвонить Что она или Богомол Молодцы Богомолу надо в любом случае В этот вечер позвонить Слава Гандон А вот теперь слушайте Слава Гандон Это тот же человечек Который попросил у меня Порядка 16 бутылочек виски Попросил привезти Какого-то эксклюзивного Которого никто никогда не берёт Заказывает И пропал Он забрал алкоголь и пропал Нет, не забрал А, он просто пропал Он просто пропал и не забрал И я 16 бутылок вискаря возил лет 7, наверное Слава Гандон Ты понял? И я специально записал Чтобы он потом, когда позвонит Через 6 лет Ты взял друг? Привет, там ты алкоголем занимаешься А, это ты, бля И всё Занимаюсь Звое говно Забери сначала Которая обошлась мне Джек Смирнов Джек Дэниелс А, всё, понятно Это Соната Алконос Это Носатый Алкоголик На Хиндай Сонате Приезжал ко мне И забирал алкоголь постоянно Хороший клиент был Носатый На Сонате Алкаш И там Блядь, у тебя есть Один друг Вообще Богомол Звоним Богомол Звоним Она хорошо Ловит в сеть Ловит в сеть Великолепно Звуки Всё Держи Сейчас посмотрим Мат будет Вторым словом Первым или треть Мы звоним А мне надо Миша С передачи Звонили Можно так Можно так Я Миш Да Каким двум животным От улыбки станет светлей Чего, блядь Каким двум животным От улыбки станет светлей Можно узнать И слону И даже Маленькой улитке Спасибо большое, Миш Красава Я хочу Таких друзей Миша Потрясающий человек Он лишний раз Пересрашивает Потом не будет Он понял Он понял Что что-то не так И ответил На чётко Поставленный вопрос Так что Миша Красавец Итак, Богомол Без тени сомнений Ответил Что от улыбки Станет светлее Слону И даже Маленькой улитке Это абсолютно Правильный ответ Друзья Отлично Богомол Ты лучший А слава Гондон Давай Итак, продолжаем Второй вопрос Да Какой город Изображён На пятитысячной купюре Ты знаешь? Нет Хабаровск Я вспомнил Потому что Все такие О, засыпем Хабаровск Это мне так говорят Так, ну что Может быть Ответ на этот вопрос Знает Саня Бобр Саня Бобр Вряд ли Вряд ли Он не видел Да, пятитысячных купюр Может быть Ответ на этот вопрос Знает Эйрбэк Дмитровка Эйрбэк Дмитровка Это на Дмитровке Перешивают Айрбэки Взрывающиеся В подушке Без опустости Точно Но они Наверное знают Это довольно-таки Недешевое удовольствие Хуй Москва Алка Тоже Какой-то хуй Из Москвы Который Алкоголь У меня брал Можно набрать Хуй Миша На 21.10 Это какой-то Хуй На Жигуля 21.10 Тоже Видимо Не самый уважаемый Человекчик Для меня Хуйман 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 Это Какой-то еврей Не очень уважаемый Тобой Хуйман Он говорил Хуйман Он всегда говорил Он даже умудрялся Картавить В слове Хуйман Вот Я всегда На втором этаже Жил Или нет На первом этаже На первом этаже Он все равно Не на самом первом И он с балкона Первого этажа Лубоком На первом этаже Он звонил А можете прям Балкончик подвести Алкоголь Хуйман Какого-то там Назвала Не знаю Я подъезжал И вот так Закидывал алкоголь Он такой Я просто сейчас Пока что болею Там какие-то Костыли У него Четко Реанимационная Палата В трубках Каких-то Давай-давай И мы все Возили 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 Вот он Почему-то Такого Написали Бляж Что ж Как у него Алкоголь Попасть Как все В алкоголь С буквы Хм Можешь уходить Там только Такими Там вряд ли Кто-то будет Таня пьянь Таня пьянь Таня, которая Постоянно брала Алкоголь у нас Да сука Сяо Сяо Красава Красава Это наш Хороший Дружочек Дружочек Мой Работает На кладбище 12 лет Копает Могилы Людям Отличный парень Отличная работа Хорошая работа Денег очень много Зарабатывает За сезон Че знает Когда умирает Люди Да Сто пудово Конечно Хочешь звоним ему Давайте Сяо позвоним Мы звоним Человеку Который 12 лет Работает на кладбище Сяо Сяо Алло Сяо Здорово, Леха Здорово, Ника Скажи, пожалуйста Какой город Изображен На пятитысячной купюре Хабаровск Что? Хабаровск Хабаровск, нет? Я тебя спрашиваю По-моему, Хабаровск Надо точно знать Ну я с Дмитрием Дебровым Сижу Как мне Тогда Хабаровск Все, спасибо Давай Целую По-конкретике все здесь Ну что ж Невероятно четкий выпуск Контакта Продолжается Сяо С кладбища Ответил, что на Пятидычный купюр Изображен на Хабаровск И это абсолютно правильный ответ Шестьдесят секунд Второй вопрос пройден Ребята, ребята Легкотня Итак, мы продолжаем И третий вопрос Продолжи цитату Из кинофильма Джентльмена удачи Вот это Сяо Надо было занять Карандаш Эпенсил Стол Этейбл Девушка Чувих Может быть Служба поддержки Адидас Служба поддержки Ты не мог зашнуроваться Служба поддержки Адидас Это что такое Я помню, что меня направили В сервисный центр Карты тройка Когда у меня сломалась Карта тройка На ней осталось Рублей сто шестьдесят И я типа Ну я такой Какого черта Что мне теперь делать Я пытался спаять Там что-то Там какая-то Линия И говорит Вам надо В сервисный центр ехать Эти метры сшили Карту тройку И я там Поднимают На подъемнике Я такой О, здесь шлейф Конечно Я говорю Возместите мне Просто сто шестьдесят рублей В итоге я забил У меня просто Просто я в минусе На сто шестьдесят Скай стекло Это на скайлайне У меня стекло Разбито было Мне меняли Стекло на скайлайне Или оно приехало Или я там заказал Дешево Или что-то Я не помню Серега Пыж Серега на Пыжике А, на Пыжике На Пыжо Серега Пиздюк Серега Пиздюк Это мой сосед С шестого этажа Пиздюк Серега Он младше тебя Или он вот такой Он младше Он какой-то там Типа Ну Пиздюк И в лет двадцать два Наверное На Пиздюку По джентльмену Удача звонить Да, да Он даже Серега шесть джеков Джек Дэниелсов Шесть джеков Да, заказал товарищ Рыжий на Пассате Какой-то рыжий человек На Вольксваген Пассат Да, да, да Удивительная телефонная книга Ну таким человеком Можем звонить РЕН-ТВ Татьяна РЕН-ТВ Татьяна Это еще когда я вообще Ничем не занимался Какая-то Я почему и записал Я такой На телевизор Куда-то Вообще В популярности Я вообще просто В метро работал Какая-то Татьяна с РЕН-ТВ Что-то звонит Ну я не знаю что Я возможно регистрировался На каких-то сайтах Я всегда хотел куда-то Возможно попасть До Кабиди Баттла Первого своего Я туда пошел Ради того Чтобы по телеку показали Я бы только смотрели Видели? Я там был телек И я что-то на РЕН-ТВ Куда-то там Типа заполнял Наверное Какие-то вещи И мне позвонили Я такой Ее РЕН-ТВ Татьяна Пашин Андрюха Пашин Только вчера с ним разошлись Он знает Он отличный Хороший парень Мы с ним вместе служили И он шесть лет прожил В Таиланде Построил пиратский корабль На нем плавал Очень долго Потом продал его Приехал сюда И теперь продает яхты В Монако Да и его номер Запомнил Построил пиратский корабль Так, ну хочешь позвоним Пашину Леха Андрюха Андрюха Пашин Пусть ответят нам На любом из трех языков Русский, английский или тайский На и тайском языке Ради такого челленджа Надо звонить Итак, мы звоним Пашину Алло Андрюх Да Продолжи цитату из кинофильма Джентльмены удачи Карандаш и пенсил Стол и тейбл Девушка А все то же самое на тайском Можешь сказать теперь? Пиздец, вообще не похоже Что ты, блять, экаешь, мэкаешь Херекаешь И ответ неправильный дал Все, счастливо Тоже мне набрали, блять Итак, Пашин Досрался Ответил, что Продолжение цитаты A girl Чувиха Он знает английский Потому что А, Чувиха сказал все-таки? Да, Чувиха же он сказал И это абсолютно правильный ответ Чувиха Продолжение Хорошо, Чувиха Есть три из трех Так, ну что Мы переходим к четвертому вопросу Лех, у тебя есть шанс Единственному Кто был у нас Пройти вообще Без единого неправильного ответа Итак, четвертый вопрос Какого цвета Самое дорогое поле В классической монополии? О, вот это я неизвестно Вот это неизвестно Ты в монополии вообще играл? Играл же Играл в деревню самодельную Ну там у вас Вряд ли все было По канону Да, да Так Так Обвес Я догадываюсь Что это такое Ниссанщица Я догадываюсь Ниссанщик Я догадываюсь Недотока Недотока Это роман Наттока Наш Одноклассник И его постоянно Физрук называл Недотока Или Натко Ну блять Тока не Наттока Как Тока И поэтому его Недотока Назвал Как вы путали Недотока Миша Пиздюк Это другой уже Пиздюк Это тоже наш Младшой товарищ Младшой товарищ Младшой товарищ Что он знает? Он не знает ничего Он знает как жрать метан Только вот это он знает Очень хорошо Матвей Не знаю Кто это Матвей Это замечательная история Обожаю Давай Смотрим Слушаем Слушаем Короче Мы ехали На работу В метро Мне звонок С незнакомого номера Говорит Ооо Это Матвей Чего происходит Там туда-сюда Где вы Я не пойму Где Олька Где Ольга Я такой Чего говорю А я в целом Обычно Сразу подхватываюсь И я такой Типа Ну то что Не знаю Что-то я не стал Как-то реагировать Особой Я говорю Какая Наверное Я не туда Что-ли попал Или что-то Он так Давай Все Я вам бросил И я такой Матвей Записал И короче Едем мы Через наверное Год На работу Так же И я такой Пацаны Помните Матвей Я говорю Алло Матвей Он такой Да Я говорю Олька у нас И все Начинает И говорю Олька Что происходит Я говорю Меня избили Матвей Меня избили Ольку Похитили Все дела И он такой Чего происходит Я сказал Саня Это ты Я говорю Я Я Саня Я говорю Ольку Просто сейчас Не знаю Что с ней Сделать Я в крови Лежу Я не могу двигаться Приезжай Срочно Можешь помочь Я пока не могу Начинает Сливаться Очковать Матвей Пожалуйста Матвей Не бросай Меня Тут кровь Какая-то Ты точно Ты точно Саня Я говорю Точно Саня Подтверди Что ты Саня Я говорю Саня Он такой А Подтвердил Хорошо Такой господи Что делать Я говорю С Ольки Непонятно Что Господи А что С ней Я говорю Не знаю Она как раз Он Умный Типа Я ему еще Через год набрал И давай Наберем Сейчас Потому что Скажем Ольга у нас Если ты не скажешь Какого-то Если только Ольга Возможно Аленка Возможно Еще кто-то К сожалению Имя конкретно Я не помню Мы звоним Матвею Дай бог Чтобы у него Работал номер Телефона 60 секунд Алло Матвей Алло Матвей Что Матвей Слышь меня Матвей Какой Матвей Ты Матвей Нет Нет А кто Извините Алик Алик Ну я Вот Я тебе Звоню А Матвей Ты не видел Нет Слушай Скажи пожалуйста Побыстренько У какого цвета Самое дорогое Поле В классической Монополии Я откуда знаю А Алик Подонок Так Ну что Матвей Ответил Неправильно У тебя Остается 50 секунд Мы продолжаем Искать И может быть Знает Леха Харитон Леха Харитон Работали В метро Вместе Очень грустный Человечек Он купил себе Старый 924 Порш Не очень дорого Там 1200 И отдал Краситься И его красили 4 года И не отдали Ему Спиздили машину Просто не отдали Не открыли двери Ворота Просто Перестали Обрать трубку И все Он наверное У них записан Как Гандон Гандон Покраска Лена Бензин Лена Бензин Это девчонка Которая Нам на халяву Бензин Заливала Дешевше Бензин Стоил Ну примерно Как сейчас И она нам Что-то По 26 рублей Приезжаешь Дома Его брала Не знаю Ты за ней Заезжаешь Привож На заправку Она уходит Заправочком Комнату Выходит Хотя полный бак Блин Очень удобно Было Колян ГРУ Коля С ГРУ А это сосед Какой-то Который тоже Нашел родственную душу По мне Увидел у меня Машину Типа Что я сидел Тельняшка Там что-то Лежал Завязался Разговорот Я тоже Сидел Он лысый Большой Запиши Колян ГРУ Давай Вот так Руку сделал Вот так Все Давай Пока Со всей силы Я с ним больше Не видел Как руку залечил Так больше Не видел Да-да-да Не хочу Встречаться Ира Мехкова Ира Мехкова Знает Монополиона Слушай Может Знать Хочешь Позвоним ей Или позвоним Ильясу Ильяс Это как Богомол Только Ему 70 Богомол Ответил Невероятно Четко Может быть Ильяс Он у себя В гараже Чинит Машины Просто Как чувствует Он Не то Чтобы Он знает Он Он Пригнал Туда В Скайлайн Что-то Стучало Он Такой Что такое Что такое Ниссан Скайлайн Купли А почему Руль Другой Страны Ты Мастер Электро Ковырять Все Перековырял Ничего Не дошел Собрал На место Ты выехал Она перестала Стучать Вот Нива Я понимаю Нива Приехал Я и сделал И все И все И потом Он сошел С ума И И мы провели Интернет В гараж Он начал Разбираться И он Начал Это самую Борьбу Против Медвепутов Он говорит Медвепутин Против Медвепутов Все У него Очень Квартира Мальника Как Диван Здесь холодильник Здесь кровать Здесь туалет И здесь стол Все Удобно Ну смотри Если ты хочешь Позвоним Если он ответит Неправильно 40 секунд Останется На два вопроса На два Давайте полистаем Пока Так смотри Ты навскидку Можешь сказать Вот кто Стопудово Может знать Ответ на этот вопрос Знаю одного человека Да? Да Он кто? Денис Косяков Денис Косяков Он очень любит Настольные игры Он все знает Ну можем Ему позвонить Не хотелось бы совсем Не хочешь Косяков Позвонить Ты боишься Что он Что-нибудь Предложит тебе Да Какую-нибудь Тему Так Продолжим Галкин Мажор Галкин Мажор Да Дима Галкин Мажор Ему купили В 19 лет Когда мне было 25 Ниссан Тиану Новую Он ее разбил На следующий день И ему купили Новую Нет И с этого дня Он ездит На Красной Лачете Мамины И все Но тем не менее Весь там Ждон Добрый вечер Так он может Знать ответ Нет Он может Знать Если вас Просить Что бы ты Поменял В жизни 7 лет назад Скал бы Я подождал Пока Пока загорится Зелен вася баста вася баста это баста да откуда тебя номер басты позвонишь вася давай позвони звоним и так мы звоним басте моя игра моя игра монополия я не смутила 0135 запиши свой номер лёв давай приходи вопрос ребро ваня усович ваня усович чё он же любитель поиграть какие-то игры на самом деле вы когда ему скучно до чего позвоним давайте позвоним давайте звонящим ваню усович он очень любит общаться где 50 секунд разговорчивый только чапарян чему здорово ваня мы тут в шоу находимся на ю тубе тут надо ответить на вопрос ты можешь это сделать какого цвета самое дорогое поле в классической монополии самое дорогое поле в классической монополии вы замечали подумай подумай да самое дорогое поле классическом монополии и надо да если не ответишь тебя бы не дадут 20 получается вряд ли белый вряд ли чёрный вряд ли зелёный самый дорогой я думаю какой-нибудь желтый а может красный а или или считать упоминание цвета ну давай ты выберешь какой желтый или красный коза считать его ответ вообще я думал бы фиолетовый какой-нибудь возможность и так ваня усович ответил что самое дорогое поле в классическом монополии желтые или красные в любом случае это неправильный ответ тебя остается 40 секунд у тебя остается 40 секунд а мы узнаем правильно когда тебе его дадут может быть знает бухгалтер роли может быть знает бренья может быть знает борода не знает как открыть лифт если в нем застряли это просто лифтер у тебя в доме бренья который с этим и доклад железкой за этого одноклассник который лифтер у меня в доме двойной капец на разных этажах остановились бонсай бонсай это история которая сделает из меня мажора сейчас я жадный все дела так оно и есть но я мечтала бонсай всю жизнь до сих пор мечтаю мне жена подарила бонсай он у меня умер смысле умер ну засох к херам ты за ним не ухаживал ухажал а что прошло нет они так как положено не знаю умер бонсай жалко для невозможности он еще дорогущий красивый хвойный потрясающий японцы выращивали его ему лет 17 наверно был сука писаешь поддонок и когда его и я его даже так полюбил я его когда улетали отдыхать отдавал на передержку как когда бонса ищет это стоило тысячи рублей ну зам типа за долгое время то есть там тысячи рублей не знаю но я говорю я улетаю на 15 дней он к пищу все буду поливать смотреть поворачивать к солнце я такой я такой или последний что представляю как ты сбор за пиздец следить надо очень очень пиздец дерево вора я в детстве вообще еще все ворачивал мне очень нравилось так это я такой отдаю цветок плачу за него ты ищу ее такой шутболе так нравится что не такой алёша алё цветок на передержку ты даешь 500 рублей никакие не вне ну и короче всего 1000 рублей она да все она передержала отдала метку ты мой хороший поехал домой привез его и все и я вот да действительно жалко для тебя еще один хочу купить но теперь не допускать ошибок белый руслан белый чё как думаешь на ху пошлет скорее сразу если мы хотим чтобы нас спасли это будет косяков косяков ты уверен прямо что он знает стопудово поля до тогда звоним косяков я уверен что знает вообще только это и так мы звоним денису косякову всегда доволен ну что косяков недоступен суши вообще в целом конечно славка комиссарика тоже любитель выигрышка поиграть всякие разные он может знать это можно знать да если что не можешь полистать у нас еще пятый будет вопрос будет пятый aqua print знаете что это это aqua print на автомобиле абсолютно верно отлично опускаешь раз любого цвета любого высыхает красиво как с завода шарик парковка 150 в шереметьево за 150 рублей парку и шереметьево знакомый какой-то да не одно время все бесплатно пускали потому что я же улетаю и прилетаем на следующий день концерт корни либо через два дня и они все не спрашивая меня думали что я бортпроводник поэтому типа доставку а там как-то принято что бортпроводники какие-то ништяки приносит на новом знаете конфеты бараночки что-то еще но я приезжаю такой сажусь спасибо приду да спарили лавочкой такой а ты что это мордовский или ты аэрофлотский или ты что дают и уехала и больше не есть дорогими теперь чупы чупы это это гитарист вокалисты группы смех мой любимый сергей чупы сергей чупы серега серега метель чем знаю группа смех ты даже на сцене с ними играл на группа смех блин обожаю красавцы только ради этого позвоню давай они в туре наверное где-то сейчас но давайте чем он мальчко скорее всего давайте звонить хорошо у тебя 40 секунд мы звоним чупы и по чупы придется разговаривать серега здорово ты в очко смотри вопрос я тут в шоу на ю тубе и ты тоже какого цвета самое дорогое поле в классической монополии ты знаешь какого цвета чего самое дорогое поле в классической монополии можно материться мы черный все и теперь эти 10 секунд чтобы рассказать про группу смех ну что чупы ответил что самое дорогое поле в классической монополии черного цвета и это неправильный ответ ну что 30 секунд 30 секунд нужно звонить славе комиссари комиссаренко в любом сене наше спасение но если он не ответит у тебя снится 20 секунд и даже не о чем говорить мы звоним славе комиссаренко надо четко с первого раза без вот чего еще разок ветер и вот это не люблю славка пожалуйста не теряем надежды может он идиот это был же запропасти это шорты чик 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 ну что у тебя есть еще идеи листаем ли кто может знать листаем листаем шленский 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 да в тюрьме сидит там ты чу еще делать телефон а если есть то он пахнет неприятно скорее всего точно так же долго будет искать понимаете пацаны ребят ждешь звонка не звонят тоже какого цвета классическим и ради этого убирать тренер михаил юрич это бывший тренер моего сына по спортивной гимнастике тренер игорь константин это нынешний тренер трехолчук трехолчук в ночи крутой чувак он снимал зал какой-то актовый платил за аренду сколько-то там не знаю 11 тысяч в месяц наверное набирал огромное количество мажоров продавал абонемента там по 50 тысяч и тебе перезвонил слава константин преподавал им какие-то все давай 30 секунд славка привет 30 секунд мы с антоха шестуном в ю тубе ты все знаешь пожалуйста ответ какого какого цвета самое дорогое поле в классической монополии синего какого цвета самое дорогое поле в классическом на поле но это замечательно ну что ты будешь делать а еще какой-нибудь дополнительный все целую спасибо ну что слава константин ответил настолько четко что так как мы все уже поняли заключительный вопрос 5 у тебя здесь столько люди которые занимаются автомобилями суровые автомеханики автомобилисты суровые люди которые работают в метро какие-то люди которые заказывают алкоголь поэтому я называли давным кому-то из них будет очень приятно ответить на 5 последний вопрос как расшифровывается аббревиатура лгбт ты знаешь ответ на этот вопрос слушай я это точно дословного конечно не знаю может быть знает толик жирный но если у нас отчаялся настолько уже что возможно он прогугливал эти вопросы четко его записал кто это татьяна волосня рассказывает взрослая женщина я ходил где стричься пока не стало очень дорого срежет одному потом сошла сама взвинтила до 300 и вы прекратили наши деловые отношения я за 300 заказал на алиэкспрессе машинку и вот и здесь это охуенно лег если бы на это вопросе богомола позвонили конечно ну я просто это вот эликзандер тиана я вот эликс александр это очень деловой человек когда-то на метро темирязевской оторвали лицо машины на красном светофоре я тронулся на зеленый и на красный проехала девочка и уехала с моим лицом полностью машин и остался за рулем как фильме такси практически и сериал ноги вот так туда просто я такой и все и выходит из тяны просто киркоров просто кирков это вот я его даже находил в интернете он кто-то он кем-то является какой-то лауреат чего-то там он что-то умеет с музыкой связано и он выходит у него тяна черная такая обычная пиздец я все видел александр 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 я там сидел тяна бизнес-класс вот я видел я проехала проехал на красный оторвало лицо просто да я сидел у себя в машине черный тяна бизнес-класс 1 70 он повторился когда я как раз мамой говорил вот из машины прям беспроводная связь бизнес-класс и все потом я пытался судиться что-то его вызывали свидетелем для я приеду я только приезжает зашел ты тоже как киркоров александр вот так и записала сиэтлов кирилл сиэтлов но я знаю же конечно он начитан и знаю да про пидро мало того что он скорее всего толерантен даже он очень такой тип лишь прекрати они тоже люди всякую ерунду говорит бебур либо решили о а что это мы действительно и забыли про пидро по прозвать бебур знает на сто процентов сто процентов бебур любит даже любит может и умеет так что так что бебур 30 секунд вопрос он вас был мы решили позвонить именно тебе андрюха андрюха шоу в ю тубе вопрос как расшифровывается аббревиатура лгбт да 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 ну ты в натуре скотину ты конечно так подвел охренеть заниматься этим и не знаю в шоке вот подонок в натуре андрей вы решили ничего не ответил в поддон у тебя остается 20 секунд надо звонить гомосеку не серьезно у тебя есть кто-нибудь в контактах кто бебур только бы ира мягкова звоним да 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 20 секунд 20 секунд и и мы звоним ире мягковой 20 секунд ирка привет шоу антона шестуна youtube пожалуйста отвечай как расшифровывать лгбт блять пожалуйста ну пиздец и так ирка мягков за 20 секунд не ответила на этот вопрос у тебя остается еще больше не люблю теперь почему я их и так не люблю сейчас еще сильнее не люблю что тебя остается 10 секунд лёха и нужен человек на меховый можно я смотри если тебя перезвонит кто-то ты можешь типа за 10 секунд поговорить за счет но перед это не или нет нужен человек который вот вот ты сразу скажешь и вот я знаю не который вот стопудово знает кто же это может быть игорь просто игорь тамби масаев знает ли он на счет чего старовой то мы он только просыпаться будет здесь какие-то секунд так 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 подожди 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 тревни надо набирать пышненко ваня пышненко о лёха привет тут это да ну что же давай подумаем на этот вопрос пестряков еще есть стёпа пестряков блядь точно должна прямо осведомлен да невозможно директор билет ком петерского камеди до стёпа пестряков ну блин ну наверно до пестряков он ну типа это же продюсер все должен должен вообще не знаю вообще не знаю воля но он очень можно воля но нахуе он с вами часто видеть это на вас трубки не берет и со мной капитан соловей это мой командир роты что ж такое-то господи брюки но пестряков и седла все склоняюсь все-таки ночью давай выбирать давайте пестряков без треков или сестры если возьмет наверно все хорошо а если не возьмет то и такой фу остается только сет только сетов затупит там и таки надо было переступить чтобы возможно не возьмем где-то питере заняться ну что 10 секунд есть и пятый вопрос мы звоним степану пестрякову директор питерского комеди питерского комеди 10 секунд стёпа без лишних вопросов как расшифровывать лгбт 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 если ты еще не успел степан пестряков ответил что лгбт ехал карточку есть расшифровывается лесби гей би транс и это Абсолютно правильный ответ! Еее! За 10 секунд! Пестряков, лучший! Победили, 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 победили! Я как бы всегда готов тебе помочь, конечно, но ты бы хотя бы предупредил на прошлой встрече, что тебя это интересует. Так, ну что, Степа Пестряков великолепно за 10 секунд подсказал тебе правильный ответ. Просто, конечно. Он принес тебе победу. 10 секунд. И я тебя поздравляю, Леха. Степа Скорострел. Держи, ты получаешь приз. За победу в шоу-контакты. Алексей, вы типа как будто знали, что я победил? Конечно. А если бы я не победил, вы куда бы ее делали? Мы тебе просто эту железку ебучую подарили. Потому что мы их наклеиваем до этого. Прикольно! Алексей Чербаков, YouTube-канал. На данный момент 125 тысяч подписчиков. Я жду ваших подписок. Подписывайтесь на Инстаграм мой и обязательно ВКонтакте. Потому что это самая большая платформа на нынешний момент. А еще у Лехи тур осенью. Стендап. А еще стендап-тур осенью. Друзья, приходите на концерты Алексея Щербакова. А самое главное, пишите в комментариях, как бы вы записали Леху в свои контакты. Я найду самый залайканный коммент и так Леху запишу к себе в контакте. Да что ты говоришь? Конечно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видос. Лайки, репосты, колокольчики. Лех, спасибо тебе, было прикольно. Спасибо, Антоха. Классно было. Спасибо. Спасибо. Так, ребята, ну что. Благодаря вам моя телефонная книга медленно превращается в дно. Под прошлым выпуском вы предлагали, как переименовать Лену Темникову. И самым залайканным комментарием оказался вот этот. Сейчас я позвоню Лене и сообщу, что теперь она у меня записана как Лена Вискос. Я уже переименовал. Звоню ей сообщить. Алло. Алло, Лена, привет. Привет, Анто. Привет. Ну что, ты наверняка догадываешься, зачем я тебе звоню. Да, и как меня записали? Ну как тебя записали? Тебя записали Лена Вискос. Мяу-няу-няу-няу, почему мяу-няу? Не знаю почему. Три с половиной тысячи комментариев. Лена Вискос, еще сказали на тебя поставить... Знаешь, что мне записали не Лена Киска? Лена... Это было бы хуже. Лена Вискос... Да-да, Лена Киска плохо, согласен. Лена Киска это двусмысленно, я бы даже сказал. А, как я у тебя записан? Как я у тебя записан? Антон, 40 секунд, я тебя просил обратно исправить. Я тебя просил? Просил? Нет, ты теперь перевелись, а ты записан как Антон 20 секунд. Антон 20 секунд? Тогда я даже Лена уберу, оставлю только Вискос. Поняла, что мне просто как будто корм звонит, понятно? Спасибо огромное, я тебя обнимаю, пока. И я тебя обнимаю. Пока-пока. Пока, пока-пока. Все, друзья, предлагайте в комментарии, как записать в свою телефонную книгу Леху Щербакова. И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok